Измерение температуры – обязательная процедура перед выходом в рейс. В самарских автобусах усиленные меры безопасности. Задача – не допустить распространения коронавирусной инфекции. Здоровье водителей и кондуктора на особом контроле. Все автобусы ежедневно моют, салон обрабатываются хлорамином. Работают мобильные бригады дезинфекторов. Они работают в почти круглосуточном режиме. Обрабатывается подвижной состав не только в парке во время отстоя, но и во время обеденного перерыва. Обрабатываем все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это поручни, стекла, валидаторы и сидения. Все это сделано для дополнительной безопасности наших пассажиров и личного состава. В управлении предприятий находится 450 автобусов. Третий из них сейчас на приколе. Пассажиропоток снизился более чем вдвое. Те же машины, что выходят в рейс, ездят полупустыми. Но это не исключает повышенных мер безопасности. Мы информируем пассажиров о том, что нужно соблюдать дистанцию, то есть полтора метра, и что самоизоляция все-таки это необходимо в связи с такой обстановкой. В режиме ежедневной обработки хлоромином и коммерческие маршруты, как только микроавтобус въезжает на стоянку, сразу появляется дезинфектор с баллоном. К слову, такие штатные единицы сейчас введены повсеместно. После получения указаний из департамента транспорта администрации города Самары, мы привлекли дополнительных сотрудников, которые в ежедневном режиме перед выездом автобуса на линию проводят дезинфекцию подвижного состава. Эта дезинфекция проводится специальными сертифицированными химическими составами для исключения вероятности вреда здоровью. Внимание к маршруткам, как к хирургическим операционным. При такой обработке, уверяют в транспортной компании, никакой инфекции не останется. На данный момент пассажиров очень мало ездит. Как бы все в основном в масках. И поэтому, ну какие-то там вопросы лишние, там они нам не задают, мы им не задаем. Несмотря на все меры предосторожности, транспортники обращаются ко всем самарцам с призывом пользоваться их услугами только при крайней необходимости. Тем же, кому не надо на работу, лучше всего оставаться дома. Олег Зверев, Николай Сидоров, События.